Привет, инноваторы! Это будет очень полезное видео, которое точно будет достойно вашего внимания, потому что я суммировала более 400 нейросетей, которые я протестировала, возможно, даже больше, за последний год, разделила сферы и подобрала топы нейросетей и инструментов для каждой из сфер. Расскажу подробно, почему, что, для чего, стоит, не стоит. Пересматривайте, ищите для себя инструменты. Первое. Персональный ассистент или инструмент для любого вида текстов. Это написать пост, написать статью, суммировать, спросить что-то, посоветоваться, проанализировать. Тут, конечно же, мой любимчик будет чат GPT, в котором можно и генерировать картинки уже, и настраивать его полностью под себя, подключать плагины. Такой один универсальный инструмент, который решит очень многие вопросы и задачи. Главное будет правильно с ним общаться, а именно правильно описывать то, чего ты хочешь. Об этом у меня очень много полезных видео, поэтому на нем останавливаться не буду. Но также, как альтернативы, вы можете для себя записать Cloud.ai или Bart от Google. Ну, а если вы не можете использовать чат GPT, до сих пор я знаю вас таких много, из-за ограничений по регистрации, по плате, то я для вас нашла отличную альтернативу. Тестировала я много альтернатив, и это мне понравилось больше всего. Называется она AI Pro, и это приложение, в котором и чат GPT, и Midjourney. То есть, они объединили API, оригинальный чат GPT, API, Midjourney. Все это упаковали в один веб-интерфейс, что очень привычно, очень удобно для работы. Плюс, они добавили очень полезную вещь для вас, а это готовые промпты, то есть, готовые запросы для чата GPT и для Midjourney. Если ты не умеешь правильно формировать запрос, что ты именно хочешь от чата GPT, ты берешь, выбираешь вот здесь вот в программе запрос, который тебе нужен. Копируешь его, модифицируешь под себя, получаешь ответ. Точно так же для картинок. Ищешь картинку, которая понравилась, копируешь этот же промпт, в этом же приложении вставляешь, не нужно никуда переходить, нигде регистрироваться больше, получаешь картинку. И что мне очень сильно здесь понравилось, то, что в AI Pro бесконечное количество запросов. То есть, ты платишь за подписку, как бы ты платил за чат GPT, и ты можешь общаться с ним сколько хочешь. Быстренько покажу интерфейс, потому что про него еще нет видео, это новый сервис, я его заметила и сразу же хочу вам показать. Заходите в программу, интерфейс такой же, как у чата GPT, здесь у нас разговоры, новые чаты, создаешь новый чат, начинаешь с ним общаться. Пишем запрос, получаем моментальный ответ. А если нужна картинка, здесь же в этом же чате пишешь слэш, миджорни, и представь, что ты хочешь получить. К примеру, милый котик в космосе в стиле модерн арта. И здесь же получаешь картинку. Очень удобно. Если у меня нет доступа к сайту OpenAI, то это и есть сам чат GPT и сам миджорни, в таком же интерфейсе. Плюс неограниченное количество запросов. Минусы, что иногда ответ может быть немножечко медленнее, так как все равно запрос сначала идет к API чату GPT и потом возвращается сюда. Но это не минуты ожидания, а всего лишь доли секунд. Вторая сфера у нас будет визуал. Визуал у нас нужен каждому, только под разные задачи. Если ты фрилансер, и ты на этом зарабатываешь, на создании картинок, фото, рекламы, редактировании, то однозначно платный Adobe, в котором, по-моему, сейчас акция за 39 долларов, ты покупаешь все программы. Это и фотошопы, и иллюстраторы, премьер. И там ты сможешь создавать картинки, менять картинки, векторизировать, лого. То есть там прям от суперпростых задач, баннеров, картинок, фоторекламы, до прям профессиональных работ, которые мы видим на баннерах у нас в городах. После того, как они внедрили AI, это вообще незаменимая вещь, и эту подписку ты сразу здесь с первого заказа отбиваешь. Если же тебе просто нужны картиночки, визуал, там, генерация идей каких-нибудь, но ты на этом не зарабатываешь, а хочешь просто что-то представить, визуализировать, сделать что-то смешное, посмотреть, как оно будет выглядеть, то бесплатные попытки в Leonardo AI тебе будет предостаточно, тем более он сейчас генерирует все лучше и лучше. Плюс там подключаются мини-редакторы внутри программы. Пользоваться суперпросто, регистрируемся, получаешь бесплатные попытки, пишешь запрос. Девушка на коне в космосе. Вот результат. А когда нужно будет добавить текст, эти же картинки добавляешь в Canva. Если же тебе нужно взаимодействовать с лицом, то для меня миджорни все равно будет топом, и 10 долларов в месяц для меня отбиваются. Если же ты дизайнер, монтажер, плюс у тебя позволяет мощность компьютера, плюс еще у тебя недостаточно бюджета, то однозначно Stable Diffusion, только важная пометка, который устанавливается на компьютер, а не онлайн-версии. И просто масса возможностей, там подключается и дипфейки, и там же и видео можно уже генерировать, и фото. Суперкачественно, нужно уметь пользоваться. Огромная комьюнити подсказок будет достаточно. Редактирование изображений. Не всегда нужны фото, как редактирование, фото, видео, документов, и так далее. Для этого сервис Tiny Wow, на котором 200 плюс онлайн-инструментов, это от убрать фон, убрать watermark, улучшить качество, конвертировать файл, конвертировать фото, конвертировать видео, файл из файла. Это бесплатная программа, пользуйтесь. Далее, сфера видео. Если же тебе нужно создание видео, к примеру, для какой-нибудь презентации, рассказать о чем-нибудь, то топом будет относительно новая нейронка InVideo AI, которая работает по принципу запроса. Мы пишем запрос, хочу видео о полезности сна. И оно тебе создает видео, оно генерирует для тебя сценарий, и по этому сценарию идет искать видеоматериалы со стоков, и для тебя подбирает их, либо генерирует с помощью искусственного интеллекта. Но пока генерация не совсем топовская. То есть оно тебе сэкономит огромное количество времени на поиск этих же материалов. Но если тебе нужно прям профессиональное видео, профессиональный монтаж, хорошая озвучка, правильно точечно подобранные материалы, то, к сожалению, это только ручками, это только человек. А если для объяснялок, для учебы, для работы, в принципе, 15 долларов могут тебя оправдать, если тебе нужно это часто. А если нужно видео с ведущими, с человеком, который берет, объясняет какую-то презентацию, рассказывает какую-то вещь, но нет бюджета нанимать людей, то это будет у нас хэйгэн. Масса выборов аватаров, огромное количество шаблонов под все случаи жизни. Выбираешь шаблон, подбираешь аватарчика, прописываешь этот текст, и цифровая ведущая говорит за тебя этот текст. Также в хэйгэне есть перевод видео, оно отдельное приложение, переводит он классно, переводит твое видео с треканьем губ, то есть как будто ты это говоришь на другом языке. Минусы с русского языка, он до сих пор переводит очень коряво, и получается, так скажем, немножечко индусский акцент. Создание эффектов для видео. Как пользоваться? Либо загружаем наше фото, загружаем наше видео, пишем, как мы хотим его видоизменить, оно добавляет тебе вот такие вот эффекты. Стоит 5-10 долларов в зависимости от пакета, создает классные эффекты, если особенно хочешь чего-то оригинального. Мне эти деньги окупаются, если тебе просто поиграться. Возможно, стоит купить одну подписку на месяц, сделать все видео, которые хочешь, и больше им не пользоваться. Монтаж видео. Монтаж видео из всех монтажных программ. Мы выбрали Premiere Pro, в нем строен AI, и он очень помогает в монтаже. Но сам видео смонтажить не сумеет, и таких программ пока нет, ребят. Монтаж коротких видео. Если нужно автоматически добавить субтитры, убрать шумы, подкорректировать фон, и за тебя нарисуют твои глаза, если ты смотришь вот так вот, а хочешь говорить в камеру, то это Captions, топ сейчас на рынке. Также у него сейчас появилась функция перевода этих же коротких видео на другие языки. Поэтому стоит своих денег, особенно если ты создаешь видеоконтент. И программа, которая создает из длинных видео короткие, и которая хорошо работает с русским языком, называется Wizard AI. Плюсы. Экономит время в нахождении интересных моментов. Но не заменить человека, после нее все равно нужна будет человеческая редакция. Слова, грамматика, моменты. И не всегда хорошо обрезает горизонтальные видео, и качество становится хуже. А для английских видео, пожалуй, топом будет Opus Pro. Создание голоса. Клонирование голоса. Eleven Labs, топ сейчас на рынке, перепробовала много платных-бесплатных. За 5 долларов Eleven Labs стоит своих денег и отбивает их 100%. Также там появилась функция перевода твоих видео. Поддерживает очень много языков. В том числе и русских, хотя на русский, конечно же, работает он так себе. Но с английским работает хорошо, и паузы, и эмоции выдерживают стоят своих денег. И клонирование голоса английского особенно не отличишь от оригинала. Классно. Создание музыки. Муберт. Так как он очень прост в использовании, пишешь запрос, либо выбираешь какой жанр, какое настроение, и создается тебе новый трек. Для фоновой музыки, для видео подойдет классно. Если нужно профессиональный трек, не подойдет муберт. Но если ты используешь просто для своих видео в Ютубе, в ТикТоке, то, пожалуй, денег, наверное, своих не стоит. И лучше уже использовать бесплатную музыку с фонотеки Ютуба. Следующая сфера. Автоматизация. Безумно интересная сфера. И самый топ в ней будет запер. Что это такое за программа? Она автоматизирует рутинные задачи. Пока ты спишь. В ней интегрировано более 5000 программ. То есть все программы почти, которые ты используешь, там есть. И работает по принципу. Если, то. Если, то. Если на Google пришло сообщение с пометкой такого-то человека, то ты его помещаешь в папку такую-то, сортируешь. Либо анализируешь, либо переводишь и так далее. У меня, кстати, на курсе будет про него подробный урок, потому что это полезнейший инструмент, который я тоже сама использую. И рутину заменяет просто отлично. На помощники сэкономить можно, если его правильно настроить качественно в самом начале. Технические знания особо не понадобятся. И агент. Помощник, которого ты учишь под свои задачи. То есть ты можешь его научить под свои задачи, к примеру, поиск новостей. Ты учишь, кто ты, как ты общаешься, на каких сайтах искать, как правильно анализировать информацию. То есть учишь его, как своего помощничка. И он за тебя это делает. У меня есть подробнейшее видео здесь, поэтому посмотри его. Это будет программа MindDos. Плюсы. Для простых вот таких задач написать, проанализировать, объяснить, найти, в принципе, подойдет. Но сказать, что она заменит человека полностью, нет, конечно же, не заменит. Но экономит время, да, может какие-то вещи найти за тебя. Создание ботов. Создание ботов, я говорю, именно на конструкторах, где тебе не особо требуются технические знания. Кодинг, программирование. То это будет самые топы у нас make.com, либо voice flow. На voice flow у меня подруга без технического баграунда создавала свое приложение по принципу конструктора. Сама обучала и что делать, как, что отвечать. Можно разобраться, можно научиться. Поисковик. Сейчас, если мне нужно найти конкретные ответы на мои запросы, что касается найти какое-то приложение, объяснить какую-то вещь, найти конкретную новость, то это приплекс сети. Он, в принципе, один из единственных. Мне нравится он больше всего. Ищи для тебя нужную тебе информацию. И отличие от гугла, что там нет рекламы. Только конкретика, только конкретные ответы, и с которым ты можешь общаться. Переводчик. Дипл. Расширение для хрома. Ты его устанавливаешь один раз у себя на браузере. Все. Наводишь на какой-то текст любой. Он тебе его переводит на все языки. Переводит замечательно. Используй его всегда. Переводит лучше гугла. Незаменимая вещь у каждого на компьютере. Но, если нужны профессиональные переводы для документов, для презентации, для работы, то я, конечно, бы не доверяла Диплу, а доверяла бы сервисам, в которых есть еще и перепроверка человеческая. Ну и напоследок. Кодинг. Я не программист, но я провела ресерч. И со всего, что я нашла, лучшее по отзывам людей, это все-таки будет от OpenAI Codex или от GitHub CopyPilot. Искусственный интеллект, где программисты могут менять код, спрашивать, писать с помощью него, то есть экономить огромное количество времени. Конечно же, человека пока он не заменит, и программиста не заменит уж точно. Если среди нас есть программисты, пишите, что насчет этих сервисов. Возможно, что-то я не сказала, потому что все-таки, простите, не моя сфера. Это были мои топы, которые удобны для меня. И объяснила почему. Для вас может быть совершенно другое. Но если вы новичок, это видео для вас будет очень полезным. И я вам только что сэкономила огромнейшее количество времени. Поэтому, надеюсь, у вас поддержка, лайк, коммент, подписка. Здесь много чего полезного. Честные мнения без докрутки от меня. На все, пока!